Ведут ваши теплоходы, кормят вас, лечат, а уж потом поговорим про другого. Итак, капитан нашего теплохода, Бабушкин Сергей Тетрович. Он сейчас, к сожалению, занят техническими вопросами. У нас все вот так называемые регистры определенные, поэтому его сегодня здесь не будет. А я хочу вам предоставить слово сейчас директор ресторана Ильини Герману. Добрый день. Очень приятно вас видеть. Только что-то вас мало очень. Ну что я хочу сказать. Все, что касается ресторана, это у нас один ресторан. Все питаются в одном салоне. У вас есть калончики, это на главной палубе находится. Когда пойдете ужинить, запатите в салончики, вас посадят в салон. Что я хотела сказать по питанию. Если у кого-то есть проблемы с питанием, со здоровьем, пожалуйста, обратитесь к официантам, или там есть администратор Марина, и, пожалуйста, скажите тем позывания, у кого какие есть проблемы. И мы стараемся их решить. Также у нас есть бар, который находится на среднем, так скажем, в кормовой части. И есть бар небольшой в самом салоне ресторана. Скажите, если что-то вам надо, воду, спиртные напитки. Сразу предупреждаю, спиртные напитки ни с собой, ни в бар, ни в ресторан приносить нельзя. Так что, если вам кто-то скажет, потом не обижайтесь, если кто-то говорит. Потому что это не положено. Что еще? Ну, вода у нас нет, как таховой воды, не стоят в воде. Поэтому, если вам нужен кипяток, мы вам можем предоставить в ресторане, девочки вам нальют. Там, у тебя с чашечками есть тормоза дают в аренду. Или вот в баре, подойдете, девочка вам нальет. Тоже кипяток. Но и только кипяток. Остальное вода, там, в аренду у нас есть, тогда даже. Вот. Что еще? Ну, есть какие-то вопросы? Смелее, я тоже не знаю. В ресторану есть какие-нибудь вопросы? Пока нет, да? Какие рестораны? Какие рестораны работают? В расписании вам сейчас, Николай Павлович, расскажет. Расписание висит у нас и в ресторане, и в пролете. В центральном, так что вы все это увидите. Если что-то будет, обращайтесь, пожалуйста. Будем рады помочь вам. Очень приятно было с Витей. Все в добром. Дорогие мои, дамы и господа, сейчас я предоставлю слово нашему судовому леди Павловичу Александру. Павлович, вам слово. Духа сел, дамы и господа. Я также рада приветствовать вас на нашем киплоходе. Немного расскажу о работе медпункта. Кабинет находится в блоке команды по левому борту. Часы приема утром с 10 до 11 и вечером с 6 до 7. Но в экстренных случаях можно обращаться за помощью в любое время. Я не всегда нахожусь в кабинете, как я уже сказала. Поэтому, когда вам нужен будет медик, обращайтесь на рецепшн к дежурному администратору. По поводу воды сказали. Убедительная просьба к вам. Будьте осторожны с приемом пищи на берегу. За те продукты, которые вы покупаете в магазинах и в ларьках, мы не несем ответственности. И поэтому, к сожалению, при первых случаях отравления приходится высаживать на берег. Я думаю, вы будете у нас внимательны и осторожны. У нас все будет хорошо. Ну и еще небольшое объявление, более приятное, по поводу массажа. Кто желает, за консультацией обращайтесь в медпорт. Я желаю вам хорошего отдыха и хорошего настроения. Спасибо. Спасибо вам, Александр. Значит, поняли, так кто хочет провести массаж, в любых зонах приходите. Поняли, Александр, пожалуйста. Прежде чем нам с вами поговорить о маршруте, опять же я бы хотел вас познакомить с работниками, как говорят, культурного цека. Но держите себя. Наш аниматор Надежда, пожалуйста, я вам дам слово. Наш диджей Влад. И наша солистка бардовской песни и помощник по детишкам Валентина. Поддержите, дайте я вам слово поставлю. Добрый день, дамы и господа. Сразу же хочу вас всех поздравить. Поздравить с тем, что у вас появился прекрасный повод. Бросить все дела. Собраться на лучшем теплоходе президент и устроить себе праздник. Имя этому празднику? Президент. Президент. Отдых. Путешествия. Что еще? В общем, зарядить батарейки и настроиться на лучший год, да? Аплодисменты всем романтикам. А теперь маленький тест. Тест. А скажите, быть счастливыми все вы хотите? Да. Тогда друг другу улыбнитесь. И направо улыбнитесь, и налево улыбнитесь. Ну, с улыбки начинается все, да? А чтобы дружба между вами хотите была, тогда пожмите руку соседа и познакомьтесь. Руку справа, слева. Ведь мы одна команда. Дружная команда. Да. Но чтобы и круиз нам прошел на ура, и все было отлично, весело, все были на позитиве. Если вы уехали с отличным настроением, хотите, тогда поднимите еще раз выше руки и соедините все вместе. И скажем всем нашим лучшим путешественникам. Гип-гип! Да! Ну, я думаю, вот такой будет круиз. Вот такой. Море впечатлений и друзей. Счастливого вам плавания. Блажные материалисты, сегодня в 21 час дружненько приходим сюда. С вами будет Надя, Валя и Влад. А до скольки дискотека будет, это зависит в основном от вас. Ну, примерно мы так ориентируемся на 12 часов. Нормально. Да. Кто вот здесь живет наверху, тут есть народ у нас. Вы уж нас, пожалуйста, не ругайте, мы все двери закроем, чтобы вам слышно не было. Иногда бывает, обижаются. Ну, вы знали, где путевки брали. То есть, ну, здесь, если когда двери закроешь, не так слышно, нормально. Ну, а последний день там, как уже душа на руку положит. Так, все, поговорили о том, о всем. Давайте теперь по маршруту пойдем. Мы с вами ушли от северного речного вокзала. Сейчас идем по каналу. Справа по городу будет город Долгопрудный. Затем мы с вами пройдем при Станегольнике. Пройдем по двумя мостами. Савеловский, Московская железная дорога, Дмитровское шоссе. Выдем на простору Клязьмского водохранилища. Вы увидите всевозможные рекреационные сооружения. Слово есть такое сейчас модное. А это практически учреждения для отдыха. Старые корабли, новые и так далее, и так далее. Все это вы в Клязьмском водохранилище увидите. А затем мы с вами пройдем к коротким каналам. Пойдем в Пяновское водохранилище, а далее войдем в Пестовское. Ну, кто-нибудь из города Пушкин есть здесь или из той округи? Нет? Никого нет? Нет, есть. Так вот, когда мы будем выходить в Пестовское водохранилище, справа по городу вы увидите новодел, там церковного подобия здания. И выходим влево, пойдем по Пестовскому водохранилищу. А справа останется Пестовская плотина. Там Москва оттуда получает воду. Это так называемое Коловское или Учинское водохранилище. Москва получает воду именно оттуда. По Пестовскому водохранилищу мы пройдем. А при выходе из него, справа по борту, кто повнимательнее увидит, купола церкви будут просвечивать. Тем более сегодня спрашивают, а что это за церковь, что это такое? А это мы проходим места, где было в свое время имение Суворова. Отец Суворова, Василий Суворов, был генералом. Вначале он был денщиком утра первого, затем заслужил с этой генерала, купил в этих местах поместье, называется оно Рождествено Суворова. А сам Александр Суворов владел имением 25 лет, бывал неоднократно здесь. А здесь же была построена церковь Рождества Богородицы, в стене которой покоронен отец Суворова, Суворову Кончика. В 2000 году это название Рождествено Суворова появилось в газете «Всё это не всех стран мира». Именно Рождествено Суворова был похоронен известный хирург, как тальмолог Святослав Фёдоров. Он родился в 1927 году в семье военного, но получилось так, что он получил травму, а часть ступни у него не было, и вместо военной карьеры он решил пойти во врачи. Пошел во врачи, а фальмологом в 1960 году, впервые в стране, сделал операцию по замене хрусталька. Впервые в стране. Был это в Чепоксарах. Затем он служил, работал для меня и в Архангельске, и оттуда прибыл в Москву, где также работал плодотворно. Первый в мире в 1973 году произвел операцию по лечению глоукома на ранней стадии. Это его заслуга. Создал он МНДК микрофеологии глаза, кто люди постарше, может быть, даже сталкивались с этой проблемой, замена хрусталика. Все это Федоров. Строил он, по последнему слову, техники в подмосковной поселке, реставрировал церковь в селе Рождествено-Суворово и завещал покорнить себя именно здесь. К сожалению, так получилось, что вертолет, на котором он летел, развился в черте Москвы, и его желание, чтобы покоронить его Рождествено-Церковь, было выполнено. Вот такова история этого села, и то, что связано с СССР-Федоровым. Затем мы с вами пройдем коротким соединительным каналом, выйдем в Ившинское водохранилище, пройдем его, и где-то в 21 час подойдем к шлюзу номер 6, уловского склона канала «Идни Москвы». Это будет первый шлюз. У вас на пути он вызовет определенный интерес. Кроме того, что по трансляции я вам расскажу о нем, я еще выйду на палубу, мы с вами побеседуем, посмотрим, как открываются и закрываются ворота, для чего они служат. Но сразу скажу, что в шлюзах никаких насосов нет. Шлюзы действуют по принципу сообщающих сосудов. В одном месте открыл, вода зашла, корабль поднялся, в другом месте закрыл. То же самое. То есть принцип такой, никаких насосов нет. А вся вода, которую здесь вы видите во всех этих подхранилищах, поднята из вулки мощными насосами на высоту 38 метров от Дубни. Пять насосных станций на канале, они-то вот и подают вулку, в воду сюда, на водораздел. Участок канала, по которому мы с вами идем, называется водораздел. А сегодня, после шестого шлюза, мы начинаем спускаться к вулке на высоту 38 метров. Пять шлюзов мы пройдем. В каждом примерно будем опускаться на 8 метров. И завтра под утро у Дубны мы выйдем уже в Иванковское водохранилище и по нему пойдем до Твери. Прибытие в Твери у нас завтра в 14 часов. В Твери прибываем в 14 часов. До этого нам, естественно, нужно позавтракать. Завтрак мы вам сделаем в 9.30, чтобы дать вам возможность отдохнуть до 9 часов. В 9.30 будет завтрак. В 13 часов обед. В 14 мы прибудем в Твери. В Твери у вас будет пешеходная экскурсия по достопримечательным и памятным местам города. Продолжите ее в пределах двух часов. После экскурсии у вас остается свободное время для прогулок по Твери. Центральная часть города и место ставки теплохода в пределах достигаемости ходьбы пешком. 15-20 минут. Отправление из Твери у нас в 18 часов. Уйдем от Твери в 19 часов по ужинам и в 21 час встретимся здесь, в конференц-зале. На следующий день у нас город Углич и Мышкин. Два города. Утром также мы даем вам поспать до 9.30. Затем в 11.30 пребываем в город Углич. Станем в Угличе до 14 часов, до 2.30. Это для экскурсии достаточно. Так что на экскурсии у вас будет в Углические кремы и вы посетите церковь Дмитрия на Крабе. Продолжительная экскурсия в пределах полутора часов. После экскурсии у вас немного останется свободное время для самостоятельных прогулок по городу. И мужчина обычно закупает там бальзам Берес. Что же называется? Он похож на Аришки. В какой-то глиняной упаковке. И так далее. Но выпускает этот бальзам в город Кашин. Это Кашин. Он находится в 20 километрах от Волги. Ушли мы из Углича в 14 часов пообедаем. Немножечко передохнем и в 16 часов мы прибудем в город Мышкин. Стоянка в Мышкине у нас до 20 часов. В Мышкине у вас будет экскурсия. Музей, Успенский собор. Увидите музей валенок. Побываете в гостях у мышей на старой мельнице. На причале вас встретят представители местных жителей. Они дадут небольшой концерт. Экскурсия в Мышкине в пределах двух часов. Но если кто-то был не первый раз в Мышкине, уже знают, что в Мышкине есть дворец мыши или так называемые мышки на палаты. Там идет прием мышиный царь со своей свитой. А потом внизу вы смотрите мышиные вольверы. Есть даже там шиншилла. Оказывается, это мыши, из которой бывает самая дорогая шуба. Может, у женщин у кого и есть. Итак, в Мышкине такая экскурсия. А дополнительная экскурсия во дворец мыши. Вот, про что я вам сейчас говорил. Если у кого-то будет желание, буквально завтра выберем время. После завтрака я объявлю, кто желает покупать на экскурсии во дворце мыши, подойдите на ресепшн, принесите взрослые по 200 рублей, дети по 150. Ну, дети после, естественно, 5 лет. Соберем мы денежку, количество выведем, звоним нашим мадамам в городе Мышкине, и они организуют нам экскурсию дополнительную. Как это будет выглядеть? Приходим все в Мышкин, я говорю, приходим, не приплываем, поняли, да, почему я говорю? Вот, приходим в Мышкин, и будет у нас две группы. Одна налевая, которая за дворцом, другие без дворца. То есть, аналогичная экскурсия, плюс только экскурсия во дворец. В Твери у вас тоже будет две группы, у нас будет по две группы. Ну, а группу будем создавать по мере выхода туристов, кто раньше выйдет, мы обычно вас не задерживаем, а вышли, первая группа ушла, потом вторая, кто похожий идет, и так далее. В общем, стараемся быстрее всего свое время использовать, особенно мы в этом, в Угличе, у нас достаточно немного времени, 2.30 всего. Так что не удивляйтесь, номерков у нас вот таких нет, а у экскурсантов они будут, одного, первого, другого, второй. После Мышкина мы идем об обратный путь. Ужинаем с отходом из Мышкина в 20 часов, ну, конечно, там вам хватит времени, чтобы купить сувениры, рыбную продукцию, там, как выходишь на правую руку, там, хорошие рыбные ряды, с холодильниками и так далее, пока за все лето никто не отравился, слава тебе Господи, все нормально, но сувениры там различные, и Мышкинские, и всевозможные, и Углические, каких там только нет. В Угличе, кстати, тоже был, когда пойдете на экскурсию, увидите целый ряд сувениров. Есть даже шапки бубенов, есть шинели и так далее, но это для иностранцев, а для вас различные там картины, всевозможные, утварь, шапки, и прочее, прочее, в общем, вас там ждут, ждут, особенно у вас есть коробки, вы же с деньгами, они все знают, они очень ждут теплохода, которые ходят по коробственному маршруту, например, всего 4 дня. После Мышкина на следующий день в 22 часа мы приходим в Москву. Некоторые удивляются, ну что это такое, так, неужели он столько идет корабль? Да, к сожалению, дамы и господа, скорость на канале разрешена только 12 километров в час, поэтому расстояние от Москвы до Углича мы проходим почти практически за сутки, за 22 часа. Ну, а Углич и Мышкина расположены в 33 километрах, то расстояние мы проходим за 2 часа. Вот если мы в 20 часов из Мышкина уйдем, считайте, что мы в 22 часа должны быть в Москве, то есть не будет никаких туманов и так далее, всяких там мерзостей от погоды. Вот сегодня мы начали свой путь, хорошая погода, то все прекрасно, но все-таки давайте подстрахуемся, каким образом, когда мы придем в 6-й шлюз, вы, конечно, будете на палубе, я вас приглашу в середину корабля и надо будет все-таки стерку три раза потрогать. Очень, говорят, помогает, чтобы погода не испортилась. В Террии можно понять, что там погода лучше, хуже будет, а вот Мышкина, Углич, два города, такие старинные города, нужно, чтобы погода была там хорошая, как сегодня. Есть вопросы какие? проедем, пройдем, пройдем, да-да-да, пройдем. Я вам расскажу о Конаковской грязи, вы увидите этот город, Конаково будет. Обычно трубы далеко видать, это завтра будет с утра, с утра где-то в районе 8-9 часов. на обратном пути будет тоже где-то уже затемно. Почему не спрашивать про колокольню Колязинскую? Колязинская колокольня на обратном пути будет ночью, а вот когда мы туда пойдем, у нас прибытие в Углич в 11.30, мы, как правило, раньше идем. Где-то Колязинская колокольня за 3 часа до Углича. Это значит 11 минус 3 стало 8, но 8, как правило, ее уже можем пройти, где-то часиков в 7 будет Колязинская колокольня. Ну, а если кто ее не увидит, проспит после сегодняшней дискотеки, мы фильм покажем. Углич, Колязин, мышки. В общем, где-то после 7 часов на палубу на правый двор объявлять я не буду, поскольку основная масса будет спать. Если кто-то хочет сильно посмотреть, мне номера кают оставьте, я могу вам пробежать и вам посвящать, сказать, вот, просыпается колокольня, берите тот аппарат, видеокамера, все. А вот это справа в Долгопровке. Эти жилые кварталы, город Долгопров. Да, есть вопрос, пожалуйста. Ну, конечно, развлекательная программа, конечно, сегодня развлекательная программа, будет концерт, здесь у вас Валентина будет выступать, для детей будет детский час, все будет, все слушайте ради, приходите, все будет нормально. В какой каюте плохо подойдите на ресепшн? На палу, заедайте, походите, что слово скажите, а еще. Да, опять пошло так, да? В прошлый рейс не было, хорошо, ладно, спасибо. Давайте вот насчет чего договориться. Я для вас веду информацию, кое-что об этом маршруте знаю, не первый год работаю, но иногда вы где-то были на палу, там не слышно, прочее. Давайте все это, все эти вопросы не оставлять на поток, что не ясно, подходите, мы с вами разберемся. И бывают такие вопросы, вот кто-то хочет спросить, а когда будет нового ката? Он там в 56-м году в домовнике был. Значит, мы скажем вам, что нового ката будет, тогда, пожалуйста, посмотрите. То есть, со всеми вопросами, которые касаются информации, не оставляйте, но потом, а я не слышал, а у меня радио не работает. Все эти, проверьте свои радио, подойдите на ресепшн, пойдет к вам человек, все эти вертушки поправят, потому что иногда бывает, до вас туристы свернули вертушок и молчит. Вот рассказываешь, а то, мастер, ничего у вас не слышно. Выходит, а у камеры труда и ничего не слышал. Договорились, да? Так, есть еще вопросы? В холодильнике работает, надо повернуть вертушок вправо. Вправо повернуть, и все будет работать. Надо включить, если у кого не включен, а ее повернуть вертушок вправо, и будет все работать. Все будет нормально. Значит, про бары вам сказали, здесь бар, во время танцев работают, во время дискотеки. На средней палубе в корме, там кофе, машина стоит. Значит, вход как с коридора, так и с левого борта, с правого борта, у вас палуба со средней. И, кроме этого, лекарства для мужчин с утра у нас еще продают в ресторане, в армянамарине, на первом этаже. Так что, все для вас, в обществе, утренние лекарства для мужчин. Какие часы начинают продавать? Какие часы продавать? А сколько? Ну, обычно с завтрака начинают. В общем, на стоянках, бар не работает, на стоянках, а так, во время движения, бар на средней палубе работает всегда, этот работает вечером, во время дискотек, а малина бывает там во время приема пищи. То есть, как раз до завтрака, до обеда, можете, как это говорят, в инстаграме, если что-то. А вот про улические часы спрашивают. Ну, давайте, вот я о чем вам скажу. Улический часовод, завод, это в свое время было предприятие по производству камней, где часовой промышленности, потом пензенская марка «Звезда» перекочевала сюда, ее назвали «Чайка», и в советское время этот завод работал. В настоящее время осталось несколько цехов, какие они, в чьей собственности, неизвестно, что они вставляют в механизмы. Обличье бывает, что «Чайка», а какой механизм там, китайский, японский, или там какой, это уже вам, на вашу совесть. Если вам в Москве мало часов, то, я думаю, что здесь покупать не стало. А валенки там, А валенки, да, мышки не вас ждут, с валенками, кстати, и насчет рыбки там вас ждут, вот когда пойдет на экскурс, на правую руку, там тоже хорошие воски, у него холодильник, и все. Валенки разные, и для тещи, и для тестя, и для себя, и для всех. Они сами делают, да, есть фабрика валеная в Колясине, они завозят, и в Мышкине своя фабрика, и Ярославская продукция там есть. На все виды, и с мышами, и без мышей, и серой, и всевозможные, короче. Валенки продаются в этом, вот вы на экскурсию пойдете, в музей валенки, там есть отдел в коридоре, и там, пожалуйста, там всего полно, и детские, там всевозможные, и все. Прям в мышке, во время экскурсии. У нас нет одного жилета. А как пользуются спасательными жилетами? Жилет принесут тогда. Скажите на ресепшнене, в какой каюте? Вам не стоп. Вы нам отъясните. Вы сам одел, как сума. Ну там, посмотрите, под этим, под кроватью, или в шифонере, или где там есть, там есть жилеты. Как их одевать? Вообще, достали. Одеваете жилет на себя, обвязывайтесь, обвязывайтесь вокруг себя. Есть там даже здесь стопы, есть лампочки, которые загораются. Но это не говорит о том, что можно строить и палубу прыгать. Это говорит о том, что вы готовы к эвакуации. Вот видите, у нас две шлюпки, кроме этих шлюпок, у нас еще есть специальные плоты, которые раскрываются, когда их бросают в воду, эта специальная технология. И всего у нас мест 220, а туристов сейчас 64, и плюс 50 человек, команды. То есть, мы не к этому ведем, но детишкам раздадут по каютам дополнительные жилетики детские. У нас так детишек, человек 10, по-моему, наберется. Я вот так посмотрел, значит, мы для них и детский час сделаем, и родителей пригласим в соответственный детский час. Они будут скоро бегать по палубам, они уже познакомятся и начнут топать. Ну, а родителям, к родителям просьбы, которые имеют детей с собой, вы же, пожалуйста, давайте так, в часы отдыха их не выгоняйте из кают, сами ложитесь спать, а детишек из кают выгоняйте. Они начинают бегать. Особенно вот по этой палубе, тут так трясется все. Вот. Как пробегут, человек пять сразу. Так что это, имейте это в виду. Это безобидно, это просьба всех туристов. Кто имеет детишек, пожалуйста, следите за ними. Я уж не говорю, что нужно следить, что у нас трапы крутые и так далее. Кстати, вот насчет трапов. Сейчас все хорошо, сухо, прочее, утром и вечером палубы бывают влажные. Но если на ковролине все нормально, ниже этажом, там уже палубы скользкие и прочее. Будьте осторожнее. И особенно, когда спускаетесь по лестницам. Как правило, поднимаешься, лестницы крутые, вроде ничего, а спуск, иногда бывает, что очень это надо быть осторожным. Имейте это в виду. Корабль, что ли? Ой, у капитана срок, капитанская служба лет 15, что ли, если не больше. Да, да, да. У нас... То есть на этом корабле? А на этом, по-моему, с 2005 года. То есть там у них свои законы, капитанский диплом нужно иметь, определенный стаж, чтобы его получить и штурман первый, там второй штурман, то есть... Все это... Он капитан корабля. А, возраст? Не учи, не учи. Ну, если... Ну, он начинает. Ну, за 50, за 50. За 50. Чуть-чуть за 50. Вы еще прямовой возраст спросите. А? Так, ну все, пошли уже личные вопросы о том, личных беседах. Так, приятно было с вами познакомиться. Всего вам доброго, отдыхайте. Несмотря на то, что вас мало, вы для вас одевы для нас. Отдыхайте. Слова. Спасибо.